Грубо говоря, я зову вас на свою вечеринку. И вот интересно, каким соседям с какой стороны больше слышно? Давай сделаем некий конкурс, да? Я так хочу любви и счастья в глазах, А счастье, оно совсем не в деньгах. На свидание ходишь? Бывало, конечно, и такое, да? У меня тогда чуть сердце не разорвалось. Шесть часов я там тряслась. Чтобы увидеть, как бессонница Сейчас ночной меняет нелюдимая Облик твой Ты что, сумасшедшая? Просто щух Прям Конечно задевает, конечно плачу. Прекрасное далеко Не будь ко мне жестоко Это моя песня, которая пока что не вышла. Думаю, к вашу лянцу он понравится. А... У-у-у-у-у-у У-у-у-у-у-у-у-у-у-у Мокрый асфальт отражает бегущих людей Они все тоже спешат куда-то Брызги машин расползаются по штанине Но это вовсе не недостаток Это лишь значит, что сейчас цветет весна Это понятно по твоим веснушкам, да? Ты заставляешь влюбляться в жизнь снова и снова Все больше хочется свалить из дома Растаял снег, текут ручьи, смывая все, что было бы Ты смотришь вверх, солнца лучи кричат Все будет хорошо! И ты влюблен, ты окрылен И растрепал букет в руках Ну хорошо все, хорошо, ведь на душе светет вес У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-oh У-у-у-у! Светят ясна! А теперь, смотри, мы идем с тобой туда, а вы, соответственно, Олежа, играй с олягой. Пойдем, Санечка, ко мне. О боже, этот мир высоких людей, цветет весна. Вот это классно, я считаю. Да? Просто обалдеть. Ты ни разу не играла живиком эту композицию ни с кем? Ну, было дело, конечно, да, но сейчас… Но они были хуже, да? Надеюсь, они этого не посмотрят. Слушай, какие высокие ноты! Сережа, давай, вытащишь нотку. Музлофт бэнд, шоу Музлофт, я Стас Ярушин, Сашенька Капустина сегодня здесь с нами. Я просто Санька сегодня с тобой. Какие же вы красивые! Как обрисали на своих снимаю, какие же вы красивые! Я не могу, я не могу. Что нужно сделать, чтобы… и я так пел. Чик-чирик. Что надо делать? Да! Чик-чирик! Олежа! Чик-чирик! 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 Санька, давай… Так что, может и не надо, да, оставайся. Может и не надо. Мы сегодня… Я не знаю, как мы будем сегодня петь, веселиться здесь. От души точно. Я рад тебя видеть, спасибо тебе еще раз огромное, что ты пришла, что ты сегодня здесь вместе с нами. Мы когда с тобой крайний раз виделись, по-моему, у тебя на канале было всего лишь миллион подписчиков. Да. А сегодня уже… Это прошло полгода, сегодня уже, по-моему, полтора миллиона. Полтора уже, вот-вот. Как отметила… Как отметила это событие какую-то там… Я не знаю, сейчас золотую кнопку дарят на YouTube или нет? Золотую кнопку дарят на миллион, да? На миллион. А дальше что? А дальше уже 10 миллионов, да, будет бриллиантовая кнопка, к ней идем потихонечку, но уверенно. Что она дает кнопка? Она дает уверенность, так сказать, что ты крутой блогер. Да, да, ну можно поставить ее где-нибудь на видное место, хвастаться. А, поэтому часто блогеры снимаются на фоне кнопки, да? Конечно, да, все знали, кого смотрят. У кого кнопка, тот сильный, ты же знаешь. Где же у него кнопка Ури? Ха-ха-ха. Я вот в целом хотел поговорить о твоих подписчиков. Во-первых, расскажи, какие у них у тебя? Какие у тебя? Вот те люди, которые сейчас наконец-то возрадовали, что ты к нам пришла. Да. Какие у тебя подписчики? И, кстати, нашим хочу сказать спасибо огромное. Нам до золотой-то совсем чуть-чуть… Ай, это хорошо, это хорошо. Энное количество тысяч, ну да ладно. Но уже ведете путь туда, да? Да, да, да. Ну, простые подписчики. Какие у тебя подписчики? Я могу сказать, что они очень душевные, да. Я не знаю, как так получается, но они все чересчур даже душевные, я бы сказала. Но в душевности много не бывает. Есть постоянные у тебя какие-то подписчики? Да, да. Те, которых ты знаешь? Они есть. Мы ведем с ними общение в комментариях. Я читаю все комментарии, все чаты. И я их называю квашлянцы. Квашлянцы? Да, да. Квашлянди? У тебя своя страна квашляндия есть? Да, у нас своя квашлянди. У нас как минимум два квашлянца здесь есть. А как ты с ними взаимодействуешь? Каким образом? У нас есть чат. Мы общаемся в чате, да. Ну, и, конечно же, на стримах. И на стримах есть чат, и вообще есть чат в отдельных каких-то соцсетях, где мы с ними можем пообщаться вне, так сказать, камер, вне обстановки. Ну, естественно, через донаты. Они мне присылают что-нибудь, спрашивают или говорят свое мнение. Я отвечаю. Никуда не деться. Слушай, ну твоя работа, получается, она основана на том, что ты, грубо говоря, утром просыпаешься, и вот кто-то идет на завод, а у тебя завод – это интернет, это компьютер, это новые какие-то песни для того, чтобы ты дальше… И ты, наверное, планируешь какое-то взаимодействие со зрителем со своим, правильно? Вот твоя работа. Да, конечно, конечно. То есть я просыпаюсь сразу, практически беру в руки телефон, чтобы узнать, что там произошло, на что мы обсуждали уже за эту ночь, потому что постоянно идет какое-то обсуждение, да. Надо тебе быть в теме, короче говоря. Да, да, я каждый день получаю огромное количество информации в голову, исходя из того, что я читаю все, чтобы быть в курсе всего. Вот, и я ее перевариваю, конечно же, учитываю их какие-то пожелания, интересы, это все очень важно, я же для них это делаю. Угу. Вот, получается, вот так. Ну, комьюнити. Да. Вот, Сергей, вы как-нибудь с нашими подписчиками были за комьюнити-лились бы? А я бы хотел на другую тему сейчас поговорить. Опа! Мне очень нравится, когда женский вокал исполняет мужские песни. Поэтому есть, ну, в этом есть какая-то магия. Я предлагаю… Я хотел, кстати, задать вопрос, но благодаря тому, что мы познакомились с твоим авторским творчеством, скажем так, ну, стримы… Я, кстати, все термины знаю, и стримы, и донаты, и все это… Я вас поздравляю. Похвально. Он вчера выучил понятие дисклеймер. Ну, дисклеймер. Боёпик. Я что хочу сказать. Не боишься? Вот одни и те же песни, они же рано или поздно закончатся, которые нравятся людям, и остаться вот в этом… Ну, то есть надо же как двигаться вперёд? Конечно. Я по поводу собственного материала. То есть ты сегодня попоёшь же, да, собственно? Конечно, я попою свой собственный… Фесна классная, песни мне нравятся. Ну, да. Получается, что я чаще всего исполняю каверы, да? Ну, опять же, каверы, которые знают люди, которые их любят и хотят услышать. Вот один из самых ярких. Давай сейчас споём? Давайте. Это вот какое, интересно. Лесника знаешь? Лесник? Нет, нет, я шучу. Куклы колдуна, конечно. Куклы колдуна, о, да. Мы любим куклы колдуна, дети, это точно. Серьёзно? Обожаем. Так подожди, они пока готовятся… Мы поём её каждый стрим буквально. Ну, вот такой… Я тоже у меня вопрос. Одни и те же песни из стрима в стрим. Почему людям так нравится это слушать? Ну, не совсем. Не совсем одни и те же, да. Естественно, есть несколько песен, которые повторяются каждый раз. Это наши золотые, так сказать… Которые у меня хорошо получаются… Хиты? Да, да, да. Золотые стримерские хиты. Квашлёнские хиты просто. Естественно, мы поём их, потому что мы их любим, да. А есть человек… Они не могут это есть, я считаю. Но, опять же, да, со временем и стримом в стриме я всё-таки стараюсь изучить какую-нибудь новую песню, чтобы порадовать и новых зрителей, и старых. Что я из последнего выучила нового? Да, вот так вот сразу… Мне просто скажи, а ну мы можем её… Ой, я сразу даже не могу так вспомнить. Ну, пока поёшь… Пока… Они тут схватывают на лету сейчас. Это потом, позже споём обязательно. Да, я просто… Давайте с «Колдуна». Пока поёшь «Колдуна», вспомни, что новую выучила последнего. Отсюда «Колдуна». Куплет-препят готовы? Сейчас, подожди секундочку. Ребят, сейчас, подожди секундочку. Тему Лен будешь скрипкой играть? Нет? А, у нас ещё Олег играет. Всё, отлично. Кстати, мы здесь её не пели эту песню. Да, да, да. Премьера! Да ещё и с женским вокалом. Не трогай! Хэй! Най, ня-най-най… Най-най-най-най… Най-най-най… Най-най-най… А!? Ээээ! Если что ран próxima настрел malesцами! Тёмный, мрачный коридор Я на цыпочках, как вора Пробираюсь, чуть дыша Чтобы не спугнуть Те, кто спит уже давно Тем, кому не всё равно Чуя комнату, дакон Живаю, загляну Чтобы увидеть Как бессонница, я с ночной Меняй ты, нелюдимая, облик твой Чих невольница ты идей Зачем тебе охотиться на людей? На людей Крестик на моей груди На него ты не погляди Чтоб тебе способен он резко изменить Много книжек я читал Много фокусов мы дал Свою тайну от меня Не пытайся скрыть Я это видел Как бессонница в час ночной Меняет нелюдимая облик твой Чих невольница ты идей Зачем тебе охотиться на людей? На людей На людей На людей дай вот другая абсолютно история ну надеюсь не в худшую сторону не 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 абсолютно ребята спасибо огромное пока еще не свободны не при лёша не санька молодец ты знаешь я тебя вот вы увидел полгода назад и сейчас вообще-то другая а ты прокачиваешься и знаешь и наверное ой как классно ты леночка сыграл я думал музыка навеяла потихонечку я культ лирику скажу знаешь ты пример многим а тебе честно могу сказать потому что я видел твой самый первый видео где-то еще малявочка на телефон что записывал а я смотрел и вот люди всегда говорят не останавливайтесь и как чтобы стать профессионалом нужно сделать 10 тысяч фотографий вот и мне кажется сняла огромное количество разного рода видео примерно 10 тысяч чтобы уже вот этот эффект накопления этот прошел и ты выросла уже совсем другую историю я уверен что все только начинается я тебя поздравляю с этим это круто хорошо бы конечно если бы так спасибо леночка спасибо драматично очень к теме подписчиков хочу вернуться есть среди подписчиков те которых ты ну вот откровенно побаиваешься побаиваешь да ну не то чтобы побаиваюсь конечно да потому что я все-таки верю что они ко мне расположены дружелюбно да но иногда мне страшно что я могу слишком сильно на них воздействовать каким образом вот некоторые пишут что даже влюблены в меня боже а были случаи что тебя ждали у дома ждали бывал конечно и такое да как ты с такими взаимодействуешь если был случай расскажи не страшновато когда ждут до подъезда то слушай ну конечно это немножко страшновато потому что так или иначе внедрение так сказать в мое личное пространство а те кто меня знают давно знают что я не смешиваю личную жизнь и себя в интернете да ну по разным причинам конечно это происходит ну вот не знаю все же я стараюсь не обидеть потому что получается человек немножко заигрался я бы сказала да он немножко развлекается в своих чувствах и может не так меня понять они начинают видеть какие-то мои может быть какие-то тайные им послания да я ведь открыто я всех люблю я хочу давать свою энергию каждому кто ее хочет принять цена невозможно же всех любить ну чего ты так ну конечно нет вот хейтеров я не очень люблю они на хейтер это просто я считаю что когда артист говорит я вас люблю со сцены серый я считаю что вот это как бы я вот уважаю тех кто приходит на наши концерты те кто там слушает музыку твое творчество я их уважаю но я не могу любить ты по-другому к этому я я чувствую прям тепло тепло внутри я чувствую и уважение и любовь и благодарность это как-то все сливается в одно такое такое доброе чувство вот это наверное основное доброта я чувствую что доброжелательные к ним я хочу вот прям всех одарить как могу добром а вот ты идешь и у подъезда стоит человек ты понимаешь что тоже по твою душу было такое ну не знаю нет не очень нравится честно сказать потому что меня это немножко как бы я там иду например с поезда до 6 часов я там тряслась я абсолютно не готова сейчас дарить добро а надо потому что приучила просто их и все да думаешь да но нет я думаю что многие понимают конечно что что лично все таки может отличаться как бы от того что я выдаю когда я на виду да я исхожу из того что я дарю добро да если я выхожу в эфир грубо говоря я зову вас на свою вечеринку я так это называю да и зачем мне вести себя как-то плохо на своей вечеринке если уж позвала то выдать что можешь я так считаю тут валерка плохая но разведет на наших вечеринках себя а сам необычный подарок который тебе дарили твои фанаты есть такой слушай я бы сказал каждый подарок просто необычен но однажды мне подарили огромного медведя чтобы ты понимал огромный это это буквально выше меня на пол меня то есть вот так то есть ростом с меня просто ну даже выше даже выше я могла в него залезть и там жить просто а внутри сидел фанат я не проверял конечно но с такими подарками да и вот куда его деть место кровати ложитесь спать у саньки джазовый голос мне он нравится давайте чем по импровизируем джазе потому что так клёво у она умеет все что хочешь она сказала по поводу импровизации давайте вот я притворяюсь если что что у меня но сейчас че пела вот до этого до того как ну там такие но еще давай очень редко в муслов бывают вот такие импровизации джазовые сегодня саша дала на возможность цветов так можно пробовать так ждем тебя уже 3 кодрадок лапы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я сейчас хочу предоставить слово Я никогда не слышал, как бас в джазе будет играть Просто хотел бы именно Алексею дать возможность Лешенька, немножечко давай И давай припев Симона, готово? Симона, девушка моей мечты Симона, королева красоты Лена, 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 Лена Ай, кайф А после Ленки Валерка Сейчас предлагаю, Саша, твоя импровизация, а потом барабанчик Сашкина импровизация И совершим мы эту красивую импровизацию Давай, Валера, намеси нам там Поехали, Валерий Чернов И поем припев Симоне, браво! Поехали, Симона, девушка моей мечты Симона, королева красоты И можно уходить на коду Потихонечку Обалдеть! Это вообще какое-то волшебство Победитель Козуля, мне кажется, из всего этого Победитель Козуля? Ну, красиво! Козуля! Обалдеть! Вот это да! Вот это класс! Спасибо, я так люблю, когда вы играете Потому что, ну, у нас выпуск был с Кирюхой Туриченко новогодний Потрясающий инструментал вы сыграли Вы даже не репетировали И писали в комментариях Вот там что-то Мы в детстве очень много репетировали А потом Туриченко принес подарки новогодние Я так хочу, чтобы вы чаще играли Напишите в комментариях Просто уговаривайте, чтобы они чаще играли инструментал Тем более, Санька пришла, которая владеет музыкальной данной И человек есть Ну че, ну это ж классно Валер, я кайфанул сейчас у тебя Впервые за 51 программу Правда Наш дорогой зритель, мы от всей души хотим пригласить вас На наш сольный концерт вместе с Музлофт Бэндом 10 марта в Вегас Сити Холл Билеты по ссылке в описании Приходите, обещаю много юмора Много интерактива вместе с вами Ну и, конечно же, хорошей, классной музыки Живой музыки Отличного настроения В общем, ждем вас от всей души Приходите Розыгрыш мы хотели с тобой сделать Ты же не с простыми руками пришла Это первый человек, который пришел к нам в шоу не с пустыми руками Где-то у меня здесь укулеле лежит Укулеле? Да, моя самая первая Укулеле, можно мне ее в ручки пожаловать? Да-да-да, конечно Сергей, вы не видели укулеле? Давай-давай Человек всегда ходит, микрофоны переставляет, гитары подает У нас арендовано здесь все С детского мира? Человек с детского мира Познакомьтесь, это мое сокровище Моя девочка А, познакомьтесь, вот мое сокровище Понимаю, понимаю Это моя самая первая укулеле На которой я училась играть Серьезно? Да-да Ты прямо ее хочешь подарить? Ну подожди, подожди Я еще не рассказала, насколько она ценна для меня Хорошо На ней я сочинила многие песни Представляешь? Да Да, так И да, я хочу ее подарить Да, конечно Я хочу подарить ее зрителям Все потому, что Но не просто так, конечно Естественно, в этой жизни все не просто так Я знаю, что очень многие зрители Как и наши, так и ваши Очень творческие люди Это нас объединяет Мы любим музыку Тире, любим еще что-нибудь творческое Например, писать стихи Я знаю, мои квашлянцы Очень многие любят писать стихи Они прямо еще просто рифоплеты А ты сама любишь писать стихи? Я тоже, конечно Но пока не обо мне О наших стихоплетах И вот я думаю Давай сделаем некий конкурс Так Например, например Наши зрители Если они смогут Напишут стихотворение Про этот наш выпуск И отправят его в комментарии И вот кому-нибудь Самому классному рифоплету Мы передадим вот эту красотку Как себе Сколько строчек? Да сколько угодно Ты что, пошел в конкурсе Участвовать уже? Да Мне так нравится ее укулеле Да, красивая Она просто одухотворенная Я бы сказала Настолько я вложила в нее любовь Санька Она настроена? Я не уверена, что она настроена, конечно А укулеле? А укулеле Укулеле настраивается Хорошо, стихи Стихи Да, пускай Немного лет тому назад Там, где сливаются Шумят, обнявшись словно Две сестры Струи, Арагвы и Куры Был монастырь Из-за горы И на ней видит пешеход Сергей, вы укулеле Сейчас в дрыщ Знаешь, почему? Потому что вы не поняли правила Конечно Стихотворение Про нас Про этот выпуск Про этот, про наш выпуск И про вас И про нас И про них Да Может быть, написать Про свои впечатления Или про наш симбиоз Или про вашу великолепную игру Что-нибудь На что хватит фантазии Я просто А есть маркер? Да-да-да Есть Я его тоже принесла Дань, дай, пожалуйста Давайте распишемся здесь Вообще я предлагаю Может, все ребята-музыканты Распишутся как раз Да Мы тогда Давай Сань, давай ты Как законодатель Сегодняшнего конкурса Давай Давай, расписывайся, пожалуйста Расписывайся Пальчик вверх И если вы не сталкивались С нашими другими выпусками Посмотрите обязательно Потому что люди Которые приходят к нам сюда Они абсолютно все разные Обладают своими талантами И каждый, кто сюда приходит Творческая личность Смотри, что они делают Ты играешь, да? Да Ну-ка Все Ну все Тихо Я так понимаю Вообще не остановиться, да? Вот как идет музыкальная импровизация Все Ну, да А бывает по-разному, да Бывает, ребята что-то начинают играть И артисту сидят подхватывать Либо наоборот, абсолютно Я Мы много сегодня говорим о подписчиках Мы много сегодня говорим о поклонниках Не только шоу Музлов, но и таланта Саши Я В этом году мы с ребятами решили Что почаще будем взаимодействовать с нашими подписчиками Поэтому мы убедительно просим вас В комментариях Предлагать нам тему для обсуждения И мы с нашими гостями будем ваши темы Эти обсуждать Тебе не предлагали еще никакие дуэтные песни, Саша? Пока нет Пока нет Но у меня вот есть идея в голове Я бы хотела сделать альбом, например, да? Который бы состоял вот только из фитов Мне бы хотелось так сделать, наверное Назвать его как-нибудь Квашина и друзья, да? Вот интересно Но это будут авторские песни Это будут авторские, да? Ну и как бы фиты Интересно было бы, как думаешь, послушать Да, конечно, интересно Зрители, а вы что думаете, с кем бы хотели услышать дуэт? Мне бы хотелось вот разные даже И стили тоже попробовать, да? Может с каким-нибудь рэпером Что-нибудь такое модное, да? И что-нибудь джазовое Я не знаю Я хочу все попробовать Но у тебя есть на примете какие-то артисты Кому бы ты закинула бы просто вот информацию? Да, например, Джонни Джонни Да, например Например, ты Например, я? Да, как думаешь? Да, вот прям сейчас Да, давай Да, легко А что? Давай, прям сейчас Давай Давай Что, давай? Ты умеешь прямо на ходу рифмовать? Хочешь порепетировать, да? Пока репетнем какую-нибудь известную композицию Давай репетнем, как наши голоса сольются О, боже Такая красивая песня Реально? Мы ее много раз здесь пели И у меня уже там У меня нет Значит, ты уже знаешь, как ты буквально паралитизировал Не, не, не Мы с тобой тоже ее пробовали Давай попробуем Я помню на стриме Мы пробовали А, тексты хотя бы А у меня есть Я подготовилась Ты начинаешь Ты Брэдли Купер Субтитры сделал DimaTorzok I'll never meet the ground Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас нет виноватых Ты скажи, ты вот за большие ролики Больше часа чтобы были Или все же такие короткие Слушай, ну я, наверное, больше за короткие За короткие? Да, но в целом, например, в большом ролике Я вижу, вы добавляете тайм-коды На какой момент ты хочешь, то ты смотришь Что тебе по душе Или там стало скучно, хоп, переключил дальше Хоп, только на песне Самый такой матерый твой стрим Сколько по времени шел? Смотри, сейчас у меня есть четкое, так сказать, расписание То есть я веду стримы два раза в неделю Среду и субботу И четко три с половиной часа Но раньше я могла делать и четыре Четыре часа стрим Вот там полет души Там же идет обмен энергии Вот спрашивают меня Почему ты такая энергичная на стримах? Ты что, сумасшедшая? Ну, не будем об этом Но суть в том, что Я получаю энергию от зрителей Я прошу их со мной взаимодействовать Я им говорю Так, я сейчас буду петь А вы присылайте в чат С маленьких огонечков Чтобы и я тут зажигала И вы тут зажигали И я вижу, как они вкладываются Вот, казалось бы, в это простое действие Присылать огонечки в чат Но я вижу, как чат летит Я вижу их силу Кто-то путает и реально поджигает дролаза Может быть Ну, в общем, да То есть у нас происходит обмен Обмен энергии Вот так вот Я у Сани был, там комната прикольная Клево сделана Стримерская Да, стримерская Медведя видел громадную? Не надо Он заглядывал вот так и ушел Соседи, ничего, нормально? Слушай, так как я в квартире У меня особо нет там какой-то сильной звукоизоляции А иногда песни попадаются такие, что там Я помню, я нервану орал там Я думаю, Саня, я говорю, соседи, что тебе скажут Я не знаю просто Слушай, ну, нет Ни разу еще не стучали Привет, Саша, это сосед сверху Не пой, пожалуйста Да-да-да Знаешь, приходят такие донаты, например Я думаю, верим, еще не верите этому Ну, однажды, конечно, приходил Серьезно? Один раз, да Мы тогда вели стрим с Никитой Пресняковым Он очень любит рок Он еще любит топать ножкой И, конечно же, пришел сосед снизу Да-да А не сверху и снизу Пресняков у тебя? Да, пусть споет это Засыпает синий зурбаган Кстати, говорят, да Вот могли бы узнать Ну, и самое смешное Что именно на этом стриме Мы с ним обсуждали Вот интересно Каким соседям С какой стороны больше слышно Вот и получили ответ Снизу Он, конечно, был очень недоволен И именно с тех пор Я веду стримы четко До 23.00 Как бы, да По правилам нельзя шуметь После 23.00 Все, я законопослушная Все Надеюсь Это других соседей Немножко успокаивает, конечно Да А у меня в квартире появился У меня в подъезде Завелся замечательный сосед Да-да-да Там у меня, знаете, что я Замечательный сосед Мы соседи не знали И не верили в судьбе Что наш сосед играет На клармете и трубе Почему? Почему так, Горобак? Мы только договорились Фа У меня реально Появился Маленький Горобак В квартире Да? Не в квартире, в подъезде И как? Горобак! Как же так не веселиться Как же так Вот так Вот так В моем подъезде Поселился Замечательный Горобак А кто музыку не любит Взял до шмотки и ушел Потому что эти песни Все мы знаем Хорошо 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 Маленький Горобак Малч А кто муза recess Замечательный Горобак Это просто праздник какой. Смертизольда играет. А как это называется музыкально? Туба. Туба. А что он играет? Партию тубы. Партию баса. Жура очень может быть. Может, вы Эрни выговариваете? Труба? Туба. Труба. А у тебя есть какие-то табу на темы в стримах? Или же что-то не будешь рекламировать вообще ни за какие деньги даже? Есть такое? Ну, конечно, есть, да. Мне даже сейчас об этом не хочется говорить. Серьезно? Ну, да. Да. Ну, смотри, так как у меня идет конкретно цель, это доброй позитив. Да. Чтобы нам всем было весело и хорошо. Соответственно, мы не задеваем темы, в которых нам не весело и не хорошо. Я хочу, чтобы меня смотрели и радовались. А тебе предлагали что-то рекламировать, а ты от этого отказывалась? Да, было. Приходят, да? Ну, да, было, конечно. Ну, знаешь, есть какие-нибудь подозрительные рекламы. Например, какие-нибудь магазины, да? И ты думаешь, что ты подозрительный как-то? Ну, и не хочется делиться со зрителями чем-то подозрительным, да? А было что-то рекламировала уже в стримах своих? Нет. Не было? Ну, а какую-нибудь адекватную, я не знаю. Нет. Пока нет. А, ну, кстати говоря, можно сказать, что... Скажи, скажи. Не то, чтобы идет как рекламная интеграция, скорее как сотрудничество, да. Ты видел, в какой микрофоне я пою? Да, союзовский. Да, союз. Как раз мы с ними сотрудничаем, как бы. А мы тоже с ними сотрудничаем. Я его советую, и поэтому в него пою. И получается такая, ну, как бы реклама, да? На добровольных основах. А мы же тоже сотрудничаем с союзами. Мы тоже сотрудничаем с союзами. Ну, у всех союз союза. Я потихонечку на Твиче стал немножко стримить. Мне стало интересно, да, эта история. О чем треется, да? Смотри, у Сереги истерика. Почему он треется? А потому что он не знает, что такое Твич. Да не только я. Ты сказал жуткую фразу. Я потихоньку стал на Твиче стримить. А это заболевание Твич, Сергей. Правда, зачем? Мы сегодня столько с тобой заменили ненужных слов прекрасными русскими словами. Значит так, смотри. Забава. Виват. Смотри. Твич. Значит, как... Смотри. Сейчас для аудитории 78+. Черный Твич. Понимаю. Я сейчас стал выходить в прямые эфиры на платформе. Под названием. Нет. По древнему русски это называется смотрильня. Я сейчас на смотрильне выхожу... Смотрящие. Выхожу и делаю прямые эфиры. Периодически там общаюсь с аудиторией, показываю какой-то интересный контент и беру с Рутюба сейчас видео и вместе с ними смотрю музлофты. А также играю с ними в компьютерные игры. Да ладно. Теперь ты геймер еще. Ой, как. Называть это? Тоже страшно. Я геймер. Да не, ну я такой. Я играю в спортивные игры. Мне там периодически, если параллельно убиваю время, хотя его не так очень много. Ну, кстати, мы заболтали сейчас. Давай, может, песни? Да, я хочу еще попить. Давайте. Давайте. Пишите нам, короче говоря, комментарии разного рода темы, с чем вы согласны, с чем вы не согласны. И спасибо, что вы у нас есть. Споете что-нибудь? За. 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 За зим, конечно. Здесь или на сцене будешь петь? Дитя удобно. Да пойди на сцену. Козуля рядом. Козуля рядом. Пойдешь на сцену, Санька. Все, я слезала на сцену. А кто написал русский? Я. Ты сама, да? О, а мы это пишем уже. Это надо заявить. Да. Запорожский автомобильный завод. Перевод Александр Квашиной. Серьезно, ты написал эту музыку? О, господи. Ты написала текст? Это прям перевод или ты? Да, я переводила. Я переводила по тексту. Я, конечно, не сильна во французском языке, но я открыла 10 переводчиков, посмотрела, что там как. Конечно же, составила текст так, чтобы нам понятно было на русском, потому что не всегда большая часть моментов перевод на английском, например, или на другом языке, да, может быть понятным нам. Там такая отрабарщина, просто жесть, да. Поэтому приходится добавить чуть-чуть художественного перевода. Ребята еще не совсем привыкли. Мы как в детском саду, и у нас воспитательница на новом языке. Да, да, да. Ну что, ребята, давайте сыграем. Она меня воспитала еще в стримах, да, 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 да. Так, сядьте, дети, в круг. Эту песню написала на французском языке. Я вам расскажу, я пересла перевод. Санечка, браво. Вот все правильно. Еще, Санька личность, мне с ней интересно. Давайте песню. В самом дорогом отеле мне не бывать. Паприкушки от Шанели мне не держать. В лимузине не сидела и наплевать. Папара-па-па-па-па-ра. Слух услуги ни к чему мне, я обойдусь. Если в замке буду жить, то, то я свихнусь. Даже если из окна башней пиля видна. Папара-па-па-па. Я так хочу любви и счастья в глазах. А счастье оно совсем не в деньгах. А в том, чтобы чистым осталось внутри. Папара-па-па-па-па-ра. Ты тоже можешь так, забудешь свой страх. Ты станешь свободным парить в облаках. Взгляни по-другому на этот мир. Нет изысканных манер. Мне так милее. Ем руками, потому что да так вкусней. Знаю, что язык мой враг. Он без костей. Папара-па-па-па-па-па-ра. Но лицем дарили ложь и обижу вас. Посмотрите на меня. Пою сейчас. Дай мне руку и пошли со мной в новый мир. Я так хочу любви и счастья в глазах. А счастье оно совсем не в деньгах. А в том, чтобы чистым осталось внутри. Папара-па-па-па-па-па-ра. Ты тоже можешь так, забудь лишь свой страх. Ты станешь свободным парить в облаках. Взгляни по-другому на этот мир. Какая классная, а. Как вообще. Пока молодец вообще. Спасибо. Пойдем-ка мне. Хорошие стихи. Опять забираться. Хорошие? Хорошие стихи. Я вот сейчас послушал. Ну там и смысл, да, замечательный. Безусловно. Я бы сказала, да. Очень прикольно. Приятно такие тексты переводить. Да. Жизнь еще учишься, пока переводишь. Ну хорошо как стал, да? Люблю петь. Ну я всегда говорю, что вот у людей, когда депрессняк идет, я говорю, спойте 3-4 песни и отпустите. Да ладно, нет, это так лень. Я говорю, нет. Это действительно работает. Я, мне кажется, на протяжении всей своей жизни такую терапию настроения себе устраиваю. Вот как только плохо, как только чувствуешь, что ну как будто какая-то невысказанность есть, просто беру, сажусь и пою все подряд. И какую-нибудь драму дикую, и какую-нибудь веселую, да? Ну я представляю, конечно, как соседи себя чувствуют, а они поди думают, боже мой, что там происходит? А капельно поешь? Нет, я так же, как на стриме, сажусь, ставлю микрофон, включаю наушники, как бы и пою. Вот так. Отдаюсь просто моменту, да, да, да. Но я заметила на самом деле, что, видимо, из-за того, что я как бы и сцены боюсь, да, это что-то вот оттуда. На стриме я пою несколько иначе, чем я пою вот сама себе. Ну потому что, когда сам себе поешь, как бы, и не страшно сложать, никто не услышит все равно. Да, на стриме это все в записи останется. Ну и что? Потом что предъявят? А что тебе предъявят? Что бояться-то? Ну у нас тут не все ровно даже артисты крутые поют. И что? Слушай, ну я не боюсь, конечно. Все, не волнуешься вот здесь? Да. Серьезно? Ну да, расспросила немножко, конечно. Но это вообще-то мое самое первое, наверное, такое видео. Да. Серьезное, блин. Вот на самом деле у нее самое первое интервью большое сегодня получилось. Да, в результате. Это надо отметить. Ждал Сергей. Ох, господи, Сергей, Леша, я вас путать уже стал. Да, Сергей тоже. Нормально, нормально. Угу. А что у тебя с собственным творчеством? Скажи, пожалуйста. Собственным творчеством? Развиваешься ли ты в этом направлении? Я сейчас потихоньку, да, потихоньку развиваюсь, так сказать. Изначально я всегда мечтала стать певицей, петь свои песни, хотя всегда пела каверы, да. Но это понятно почему. На каверах я училась петь. Ну, многие ищут путь популярности собственных песен через каверы. Многие так делают? Ну, может быть, да. Но я как бы представляю себя, что я могу и так далее. И пока как бы нарабатываю опыт в пении и во всяких разных жанрах, да, я попутно пытаюсь сочинить песни. Это неплохо, Саня, это хорошо. Это что, кажется, что я оправдываюсь? Нет, нет, это хороший путь. Как твоя аудитория реагирует на собственные композиции? Отлично. Я не знаю, меня никто так не поддерживает, как они. Порой даже они заставляют меня петь мои песни. Представляешь, я думаю, такая, ой, ну ладно, сегодня вроде как-то нет настроения. Они такие, давай, пожалуйста. И начинают скандировать в чате. И я чувствую такое тепло. Люди реально любят мое авторское творчество. Но у меня, конечно, не сразу. Не сразу получалось вообще хоть что-то делать, потому что я не могла понять, как это вообще работает, да. Как пишется мужество? Вот ты просто садишься, и что? И сочиняешь стихи, а о чем, да? Ничего не понимаю. В итоге стал чуть-чуть пробовать, что-то стало получаться, да. Но все равно, ну как-то непонятно. Но сейчас, вот буквально, я не знаю, вот с начала этого года, мне кажется, мне какое-то такое озарение пришло. И я поняла, в чем была причина, почему у меня не получалось. Я просто не знала, что я хочу донести до слушателя, да. Что я хочу, чтобы он почувствовал. А теперь я знаю. И сейчас у меня пошло-поехало, я пишу песни просто одну за другой, и самое главное, они мне даже нравятся. Это, конечно, полная жесть и классно. Ну и что ты думаешь? Я придумала флешмоб. Сейчас вам по секрету расскажу. Серьезно? Ты уже зарядила флешмоб этот? Я как бы зарядила его, ну, чтобы он делался, да, но выпускаться. Так. В общем, в марте я хочу весь месяц в неделю выпускать по песне. В марте весь, весь, весь месяц в неделю? Четыре песни в месяц? Ну или пять там получится. Если я на 1 апреля еще решу выставить, например, да, это будет, ха-ха, шутка 1 апреля. Ну, как думаешь, прикольно бы будет каждую неделю? И встречать эти песни на стримах, да? Мы уже так пробовали, то есть мы на стриме, выходит песня, обычно она в 0-0 выходит, да? Но я попросила, чтобы она вышла в 10, чтобы мы встретили ее всей нашей Квашляндии. Ну вот я думаю устроить такой флешмоб. Думаю, Квашляндии вам понравится. Слушай, Квашляндия, смотри, что? Смотри, чего? Вот я сейчас на нее смотрю, а есть типа золотое правило, сначала играй по правилам, потом придумывай свои. Человек не идет по этому. Она идет сразу по своим правилам. Потому что я не знаю этих правил никаких. А, и это круто, потому что тебя потом жизнь-то сама научит в том, в хорошем смысле слова. Мучит страшно. Да, нет, ты научишься, ты прокачаешься, ты получишь опыт и поймешь, что вот эта вот история действует, а вот эта история не действует. Ну да, буду трогать, так сказать, пытаться. Я абсолютно так же. У меня абсолютно есть свои тараканы. Я сам решил в этом году. Так. Но я пока не понимаю, раз в неделю будет это работать или нет. Но раз в месяц выпускать по синглу. Мы с ребятами решили, и мы уже сейчас будем писать на днях новую композицию. Уже голос. Вот я решил по такому пути пойти. Потому что если вдруг какой-то сингл выстрелит, то ага, может, потом осенью и альбом зайдет. Да, да. А у тебя другая схема? Ну, конечно. Я хочу взять, так сказать, и количеством, чтобы люди... Ну, я так заметила, что, например, трек выходит, да, и в целом жужжание вокруг него продолжается, ну, недели две, да. Дальше уже как-то все стихают и так далее. Пускай я даже пою это на стримах. Но просто когда он выходит, это такой праздник, я не знаю, это так классно вообще, да, как будто своего ребенка просто в свет, и всем показываешь его. И вот, представляешь, каждую неделю так будет. А ты слышишь? Это ты, Саша, напишешь мне? Да, да, да. Это колдплей, ребята, какой-то. Это лучше. Это одна из моих любимых. Спой, пожалуйста. Давайте. Я начну или ты? Это моя, одна из моих любимых песен твоя. Да, да, ты понял уже какая. Это колдплей чистый, кайфовый. Забытая радиоволна Я все еще вещаю В закрытой комнате одна Я сны запоминаю Закрытые глаза не спят Не обеспокойся Скажи, что с моим сердцем Оно не бьется Не видя солнечного света Не помня лиц других Я как пропавшая планета С радарев остальных Мой голос льется в бесконечность Но не верь его слезам Неся историю про вечность Встретит тебя там Забытая радиоволна Я все еще вещаю В закрытой комнате одна Я сны запоминаю Закрытые глаза не спят Закрытые глаза не спят Ты не беспокойся Ты не беспокойся Скажи мне, что с моим сердцем Оно не бьется Однажды я подружился с камнем А он упал в реку и утонул Жаль, ведь я был к нему привязан Вместе с ним иду к одному Однажды я подружился с камнем А он упал в реку и утонул Жаль, ведь я был к нему привязан И тебя к себе привяжу Забыта радиоволна Я все еще вещаю В закрытой комнате одна Я слезы поминаю Закрытые глаза не спят Ты мне беспокойся Скажи мне, что своим сердцем Оно не бьется Давай вместе Забытая Забыта радиоволна Я все еще вещаю В закрытой комнате одна Я сны запоминаю Скажи классно в музыкальном плане песня Очень, да Очень круто Ты сама мелодию написала? Нет Это как раз одна из тех минусовок В общем, у меня есть несколько Так как я, короче, не знаю, как это работает Ты написала текст Смотри, да То есть у меня есть два вида песен Один я записываю битмейкеру и мелодию скидываю Но вот это я конкретно нашла, этот алмазик Нашла Вот многие битмейкеры, например, делают свои группы Во Вконтакте, например, и выставляют сюда свои демо И я вот ищу по поиску и смотрю их работы И иногда вот такое попадается Вообще Ну просто жесть Класс Не думала ты вообще воспользоваться помощью музыкальных продюсеров? Музыкальных продюсеров? Да, оно тебе надо или нет? Слушай, у меня есть много друзей Тоже музыкантов, которые сотрудничают как раз таки со всякими продюсерами, да С лейблами Ну что-то у них пока ничего не получается, я бы так сказала, да И я думаю, ну зачем это мне тогда надо? Ну а что ты думаешь, лейбл это хорошо или это рабство, если куда-то уходить? Слушай, ну когда как, да Когда ты, наверное, классный И тобой хотят заниматься И видят, что у тебя есть потенциал Ну, наверное, это весело и задорно Но я знаю как раз таки мои знакомые, да Многие внизу, так сказать, списков На них не обращают внимания И для меня это удивительно, да Вроде вы берете людей в свою команду И так с ними обращаетесь Забываете про них Они там что-то пытаются писать А на них даже внимания не обращают, да И все это в никуда Ну просто здесь отчасти есть же винающие молодых артистов Которые хотят, не понимают Что надо много пахать и работать А хотят резко стать популярными Ну конечно У кого-то это получается Но я так понимаю, что если там Анализировать контракты Там не все радужно-то очень Конечно, потому что есть обязательства А когда есть обязательства Творчество может отойти на другой план И ты от души уже не сможешь творить Вот так вот порхать, как бабочка, да Но может быть, вдруг судьба так повернется Что мне попадутся хорошие лейблы Хорошие люди Которые помогут мне Я от помощи не отказываюсь Но все-таки самой двигаться как-то легче Обратите внимание на эту потрясающую девчонку Я думаю, что это... Саша, у меня к тебе конкурс Конкурс? Скажи, кто из нас пятерых из Рыбинска? Как ты, почувствуешь или нет? А, конкурс! Из Рыбинска? Шоу Музлов, шоу Интуиция Как можно понять? Кто из Рыбинска? Кто из Рыбинска? Ярославская область Да, из Ярославской, конечно, да Итак, Валерия, барабанную дробь И по окончании барабанной дроби Мы даем 10 секунд Саньке Чтобы она дала точный один ответ Поехали Так, дайте мне подсказку Кто из Рыбинска? И это вы! Да, Алексей Лебедев Покидает нашу шоу Вы самая слабая Почти без подсказок Кстати, вот Клава Кок и Люся Чеботина Да, девчонки тоже начинали с каверов в свое время У каждого свой путь У каждого разный путь Все разные, такие клевые А Мия Бойка тоже Тоже интересная судьба У всех разная У всех интересная судьба А у меня? Тоже Что, нет, что ли? Да, дальше будем работать Ты дружишь с кем-то из звездных артистов Из наших Кого ты приглашаешь к себе на стримы? По-моему, те ребята из группы Добро были Да, были ребята из группы Добро Это был великолепный стрим Мы поймали, что называется, симбиоз Так, похоже, было с тобой Я вот это обожаю, на самом деле Ну, слушай, я зову Тех, кто не может Понты не будут колотить Ну, не знаю Так вот не предугадаешь, на самом деле Иногда зовешь какого-то доброго человека Он приходит А, реально? И показывает Да, да Не всегда гости расположены Я не знаю Он, во-первых, пришел к тебе в гости В твою квартиру Да Веди себя на сто Представляешь, такие даже есть Ну, ладно, они не совсем уж прям Вызывающе себя ведут Но в целом на стриме, может быть, на них влияет как раз то, что на них смотрят много людей И они как-то чувствуют себя не в своей тарелке И иногда начинается вот что-то такое Ну, ничего не поделаешь Но я в целом зову тех, кто умеет петь, да Потому что песни Стрим у меня песен, как бы, ну, понятно Потом многие, например, артисты, которых я зову Отказываются петь чужие песни Они говорят, я пою только свое авторское Да Вот что ты думаешь на этот счет? Вот просто ничего не пою другого, только свое авторское Слушай, ну, было бы глупо, если бы я На этот счет дискутировал, типа, я тоже пою только свое авторское Если бы я так думал, то музлов-то бы не было Я же прекрасно понимаю, что музыка, она разная И хочется, наверное, спеть песни, о которых ты когда-то даже и не мечтал Ну, такая чепуха, да, представляете? Газманов укладывает ребенка и его Ну, это же такая ерунда Ну, и не исключено А, да, или мои мысли Мои мысли, мои есть, как у меня Вот так вот И говорит, папа, да, я уснул Или Моргенштерн Да Ну, мы все постоянно поем чужие А что такое чужие? Вот кто-то великий сказал, что песня, она же выпускается в люди И после этого И с ними сложно не согласиться Потому что я так и считал Конечно Считайте, все знают очень много песен, да, одних И ты считаете, уже народные песни Тут даже, ты говоришь не про артистов, а то, что народные Они даже поют Многие пишут, я смотрю твой стрим и тебе подпеваю Ну Или там, мы семьей сидим за столом и подпеваем тебе Представляете, даже такое происходит Ну и поэтому, конечно, приходится сложно звать гостей А, папа, вот, кстати, ребята просто, ну, раз тоже на некоторых концертах Музлов-то сидят и просто подпевают Ну Потому что невозможно не подпевать Слушайте, а вот тоже, да, вопрос Типа, песни регистрируем, типа, отчислять авторские права А там, вот, четыре аккорда, которые идут подряд Они уже давным-давно, типа, сыграны и зарегистрированы Кто будет но там выплачивать? Тоже вот такой вопрос Ну, это кто первый, да Ну, как кто первый? Ну, все же есть, ребята, вы же музыкальные И вот, Лешка, ну, что ты вот сделал для хип-хопа в свои годы? Слава богу, не прикасался, слава богу Я хочу немного поговорить о тебе Не как о блогере, потому что мы знаем, что ты потрясающе поешь А просто как о человеке Вот, Саша Капустина, вне кадра, вне стримов Кто она? Чем она увлекается? Кто она такая? Какое у нее хобби? О чем мечтает? Расскажи немножко о себе Вот это, да, мне еще никто такого не спрашивал А, вот это первое же твое интервью Ну, да, ну, да Ну, хочу сказать, что в целом на стримах, да Ну, я как бы такая же, как я есть Я не стремлюсь притворяться Что я делаю? Это гиперболизировать свои эмоции Вот так, да Чтобы это было интересней Ну, в целом я тоже это ощущаю То есть я не... Да я такая же, как и всегда Как я себе и показываю Но, конечно, вот как меня спрашивают Ты что, всегда такая веселая? А что, никогда не плачешь даже? Ничего тебя не задевает? Конечно, задевает, конечно, плачу За кадром Я это никогда не покажу Конечно Бывает так, нахлынет Не знаю, что это Может быть, это некая перезагрузка Да, бывает Что из-за того, что я такая энергичная Я ведь это все прочувствую Может быть, нервная система перегружается Да, и в какой-то момент мне становится печально Я думаю, всем нам в какой-то момент становится печально Возможно, не с того, не с сего А, возможно, с того, не с сего Бывает, иную песню услышал, и так печально Да, 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 кошмар Бывает, Валерка не посмотрел на Серегу в коде И они закончили не вовремя Так печально Сереге было Понимаю Бой музыкантов А потом Валерке печально Как виселят Бывает, Леночка Жиманкова Штекер ищет всю ночь под наушники О-о-о-о! Тут как очень... Да я про наушники! Вы дураки! Ленка! Ленка, ну у меня... Знаменитый сон звукорежиссера, да? Ну просто вы же всю ночь сегодня штекер под наушники искали Все вместе в нашем чате Мы с ней вдвоем искали, на самом деле Но в разных концах Москвы Господи боже мой И бывает печально Когда в последний раз плакала? Сегодня Серьезно? По какому поводу? Ну, не скажу Слишком личные вопросы Ну, слушай Я могу смотреть фильм Хатька, например, смотрел? Нет Нет? Не смотри, потому что И не надо Для меня грустно все это Я говорю, у меня тогда Чуть сердце не разорвалось Да, просто какой-то кошмар А белый бим чернух смотрела? Не, напоминайте, пожалуйста Вот, видимо, жалко животных Кошмар какой-то, да? Душу истерзают Ну вот ты спрашиваешь, да? Что за кадром? Ну, за кадром я Но ты же все равно выходишь вот на стрим Ты включаешься Ты в любом случае Конечно В хорошем смысле слова А творчески не искренне Я такой же Ну, в хорошем смысле слова О чем-то ты можешь не говорить Конечно И не имеешь права о чем-то говорить Естественно Да А зачем, да? Опять же Я несу только добро У меня за душой может быть такое Что я бы там Час бы это обсуждала И людям было бы в целом Скорее всего это интересно Потому что всегда интересно Что-нибудь А, что там у него А, что там у нее Ну, конечно Ну, мне это, наверное, не близко А ты для своих подписчиков Являешься неким психологом Может быть, тебе пишут какие-то истории Ты начинаешь с ними разбирать Думаешь, в личных сообщениях в смысле? Ну, да, я думаю Ну, вообще у меня есть некое правило Что в личные сообщения Я не отвечаю Потому что я не могу иначе Как если ты отвечаешь кому-то одному Почему ты не отвечаешь другим? А всем же ты не можешь ответить А всем нельзя ответить Ну, и как-то нечестно это получается, да? Ну, раньше, когда, например Было не так много желающих Пообщаться со мной в личке Да, я делала такое Очень было интересно И очень было понятно Что я могу поддержать человека Например, человек мне пишет Слушай, я вот вроде как умею петь И вроде как мне хочется делать видео Как я пою, да? Хочется как-то себя показать Но я боюсь Банально, да? Ну и ты пишешь ему Да забей ты на этот страх Он тебя только сдерживает Ты же понимаешь Что ты начнешь И поймешь Твое, не твое Давай Давай сделай Ты ждешь, когда он сделает это видео Ставишь там лайк, комментарий И я думаю Это может поддержать на самом деле человека Ну, по крайней мере, они мне отвечали Что, боже, Саша Ты так меня замотивировала Я очень хочу этим заниматься теперь Я продал квартиру Ну нет, не настолько, конечно А как ты пришла к песне Прекрасная, далека Это же, ты часто довольно ее исполняешь А это явно из моего детства Не из твоего Откуда? Ну, я и в детстве тоже Я и в своем детстве смотрела А родители, да? Да, конечно Меня, так сказать Спойте? Просветляли Прекрасная, далека Конечно Не будь ко мне жестоко Давай спой Ну, конечно, с удовольствием Это, так сказать, наша короночка А, тоже, да? Да, да Голос летит просто Романцы ей можно О, романцы Я думаю, что да Ну, конечно Давайте прекрасно, далеку Прекрасно, далеку Прикинь, Дятлов и Сашка Давайте выключим Яролаш И будем сослушать Прекрасное, далеко Запрекрасимся, задалющимся Да Умый, как Слышу голос Из прекрасного далека Голос утренний В серебряной рассе Слышу голос Прекрасное, далеко Прекрасное, далеко Я начинаю быть Слышу голос Из прекрасного далека Он зовет меня В чудесные края Слышу голос Голос спрашивает строго Прекрасное, далеко А сегодня, что для завтра Сделал я Прекрасное, далеко Не будь ко мне жестоко Не будь ко мне жестоко Жестоко не будь От чистого истока Прекрасное, далеко Прекрасное, далеко Я начинаю путь Я клянусь, что стану чище И добрее Я клянусь И в беде не брошу друга Никогда Никогда Слышу голос И спешу на зов Скорее По дороге По дороге На которой Нет следа Прекрасное, далеко Не будь ко мне жестоко Не будь ко мне жестоко Жестоко не будь От чистого истока Прекрасное, далеко Прекрасное, далеко Прекрасное, далеко Прекрасное, далеко Я начинаю путь Сайн Какая ты кайфовая кайфовая Песня кайфовая Ты ее иначе не споешь Просто как через душу Вот это все пропустить На самом деле Это даже сложная Для меня песня Была В детстве Я ее очень боялась петь Просто кошмар А сейчас Отточила навыки Как раз таки на стримах Я там тренируюсь Я же не просто там пою Казалось бы Просто сидит поет Что там смеется Нет Я каждый раз учусь Пытаюсь Короткий вопрос Я тебе быстро задам Быстро ответы Так На свидание ходишь? Бывает Бывает? Да Самое глупое свидание Нелепое какое? В метро Мы катались По кольцевой Да Просто великолепно По кольцевой В метро Там где не слышно Приходилось орать друг другу Ну а что По кольцевой садишь ты И катаешь сколько хочешь Можно не выходить даже И конючки нет Бомжи так делают Да Теперь понятно Сколько кругов сделали хоть Да я не считала Ну я наверное Быстренько О моя станция Мне пора И с потоком людей Так А звездные подкаты Были какие-нибудь нет? Егор Критти писал Ну нет 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 Какая главная цель У блогера И певицы Саши Капустиной Ну наверное Я уже сто раз это говорила Да Дарить добро Да Это сложно Потому что не всем можно понравиться А хотелось бы Да Я хочу захватить как можно Больше количества людей Потому что я вижу комментарии Они пишут Я прихожу после работы Я не могу жить Но тут включаю твой стрим И отпускаю все И мне хорошо И мне легко И я думаю да Вот это то ради чего Я вообще вот это делаю И я хочу чтобы моя квашлянзия Наросла Еще больше И цвела А сможешь ли ты вот Легко ли тебе будет прожить Без этих комментариев Черт возьми лайков И так далее Квашляндия выросла Квашляндия выросла У вас Указала своя квашляндия За старого нового года Я немногочки беру Вот так вот Кстати Выпуск Выпускай водку Квашляндия Очень Кирилл Куриченко Тут приходит со своей Нормально Вообще не палится Просто Огурцы приносят Помидоры Квас Квасить же не только капуста Но и Саша признал Укулеле Да Я бы не стал укулеле Так О чем это мы Я говорю Проживешь ли ты без этих комментариев Спокойно Проживу ли я Ну в целом конечно может Независимо ли ты от них Слушай Иногда понимаю что зависимо Прямо знаешь Просыпаюсь сразу Смотрю все комментарии Че там как Ну это конечно не Не супер Хорошо на меня действует Например как раз таки Из-за этого да Из-за того что я постоянно В информационном поле Мозг просто пухнет Я чувствую что я начинаю бояться Даже комментариев да И из-за этого я придумала Детокс четверг То есть каждый четверг Я ухожу в детокс Я убираю все технологии Да все телефоны В метро и по кольцевой Ну конечно да То есть я весь день не на связи Я абсолютно целый день Не общаюсь ни с кем Читаю книги например Могу посочинять что-нибудь Ну может поиграю на музыкальных инструментах Вот что-то такое В общем общаюсь с собой Пытаюсь услышать себя Правильно Вот у нас Валерка Много комментариев читал Угу Замкнулся У себя сидит в аквариуме И никого не отпускают Понимаем Понимаем Санечка Спасибо тебе огромное Что ты сегодня пришла Я безумно рад и счастлив был С тобой ближе еще познакомиться Сколько тебе лет сейчас? Двадцать три Двадцать три Ребят Я правда Хочу Чтобы вот Дай бог Музлов будет существовать еще Лет через десять Чтобы Санька пришла Я думаю Что она совсем придет С другой артисткой Другая С другим Да Учительница будет уже по-другому О боже мой У нее уже будет три дня в неделю детокса Да Нормально И она по-другому на все будет смотреть И мне так будет интересно уже Пообщаться с Я надеюсь Я верю С состоявшейся артисткой Которой С которым бы вспоминать Я уже реально седой буду Да Да и нам бы дотянуть Дотянем Да, дотянем Главное не читайте комментарии И все будет хорошо, ребят Давай в завершении наших музыкалочных посиделок На сцену пойдем Погнали С песню Давным-давно Давным-давно Ветер с моря дул Ветер с моря дул Привет Нагонял беду Ты сейчас что? А зачем ты это сказал? Просто вспомнил, что песня такая Заказы пошли Давайте давным-давно Все, я слезаю Тут сваливаюсь Ветер с моря дул Ветер с моря дул Нагонял беду Нагонял беду И сказал ты мне И сказал ты мне Больше не бреду Больше не бреду Видно не судьба Видно не судьба Видно нет любви Видно надо мной Видно надо мной Посмеялся ты Посмеялся ты Посмеялся ты А я вот потанцевала, размялась Итак, песня давным-давно про то, что надо мечтать Давным-давно, давным-давно, давным-давно Да, как сказка начинается, ну-ну, что надо мечтать, но не только, надо еще и что-то делать Это твоя песня, да, Саша? Это моя песня, которая пока что не вышла, и я ее просто обожаю В частности, потому что ее пою как бы не только я Я всегда прошу у зала, чтобы они мне помогали Дело в том, что в какой-то момент... Операторы готовы, сейчас будете перепеть Зрительный зал, вы тоже готовьтесь В общем, что надо будет делать, да? В какой-то момент я начну поднимать вот так вот палец Это будет в припеве Да, выглядит страшно Учительница что творит? И когда... На задних партах там, потише, пожалуйста И так И когда я сделаю вот так вот, вы кричите Эй, вы тоже готовы? А ты направляешь на... Если на Серегу... На всех, нет, на всех вместе Это действует для всех Давай себе попробуем, потренируемся Давай Чтобы мы не растерялись Поехали Раз, два, три Эй! Так... Или там... Раз, хей! Или как? Раз, два, три Эй! И еще раз А, в четвертую долю, да? Да! Раз, два, три Эй! А я... Чего ты не кричишь? Вот как микрофон двигает, ты тут номер один Причем хейты не кричишь? Нормально получилось, маман О, хейтер! Сейчас как пойдет, все как по маслу Все, только будьте внимательны Молодец, Леша Ты хейтер Молодец, возвращайся в шоу, Леша Хейтер, Олег Хейтер Погнали Давай Давайте На Твиче Ой Ахахаха Салин просто че сказал, сам не понял Давно-давно Жил-то был один маленький парнишка И он горел своей главной заветной мечтой Пусть все ему Обещали обычную судьбишку Во снах летел Кораблем он по глади морской Определись На что тебе дана эта жизнь Ты определись Из своего ты курса держись Ведь знания, сила, незнание, блаш Кто-то прячется в отраве Кто-то бьет на отмашь Хей! Ой, друг мой милый Третьего не дано Кто-то держит свой путь на верх Кто-то идет на дно Эй-ей-ей-ей-ей-ей-ей Ой-ей-ей-ей-ей-ей-ей Брюй-ей-ей-ей Ой-ей-ей-ей-ей И суть в уста пролетело на следующее утро Что наш герой на корабль пробрался тайком В дальние дали уплыл с кораблем как будто И что теперь нет счастливого никого не побоись Смелей к своей мечте ты неси смелей, смелей, смелей Ты не побоись из своего ты счастья дождись Внимание, боюхай! Знание, сила, незнание, плачь Кто-то прячется в отраве, кто-то бьет на отмажь Ой, друг мой милый, третьего не дано Кто-то держит свой путь наверх, кто-то идет на дно Знание, сила, незнание, плачь Кто-то прячется в отраве, кто-то бьет на отмажь Ой, друг мой милый, третьего не дано Кто-то держит свой путь наверх, кто-то идет на дно Хэй! Спасибо, что вас становится больше, пишите, комментируйте И совсем скоро мы к вам вернёмся Всё, Саша Капуста, Стас Хирушин, Музлофтбэнд И слушайте только хорошую музыку Пока! Хорошего настроения всё Ещё раз припев, и... Знание — сила, нежнание — власть Кто-то прячется в отраве, кто-то бьёт на наш Ой, друг мой милый, для сего не дано Кто-то держит свой путь наверх, кто-то идёт на дно Хэй! Давай, Валерка, давай! Давай, сыграй! Олег Робах, Сергей Завин, Лёша Леведев, Леночка Шаманкова и Валерка Черноок! Хэй! Молодец, Сергей! Не надо, если я случайно буду пальцем тыкать, не надо кричать «Хэй!» Хорошо, случайно не тыкай пальцем, Стас! Всё, спасибо! Спасибо! Ты офигенная! Всё пронеслось так незаметно! Спасибо! Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо! 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 Спасибо!